На тушении две пожарные части, химическая станция и бригады МЧС. Если сбить пламя общими силами еще можно, то чтобы устранить очаг, приходится подвозить грунт. Так горит местный полигон. С 2003 года он разросся до 13,5 гектаров и в два раза превысил проектную мощность. В 6.30 поступило сигнал у меня на телефон от пожарной части о том, что горит полигон ТБО Линобольского района. После чего мы собрали экстренное заседание КЧС, приняли меры, предупредили предприятие и приняли меры по ликвидации пожара. Одну из первых о пожаре узнала Надежда Федорова. Сначала на улице появился густой дым, а затем и резкий запах гари. Звонит мне соседка. Надя говорит, откуда сильный дым идет? Пожар что ли? Мы, может, говорю, садки подожгли. У нас и садки бывают, хулиганы. А это оказывается, этот полигон горел. Утром огонь раскинулся на трех квадратных километрах. Очагов оказалось несколько. К обеду часть залили водой и засыпали грунтом. Большая часть площади уже локализована. Осталось где-то около тысячи, по предварительным данным. К полудню пожарные устранили открытое горение. Полностью потушить полигон планируют к вечеру. Официальные причины возгорания пока не называют. Если будет установлено превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, будет составлен протокол также в соответствии с КААП. Пожар уже второй. Только за эту неделю в понедельник горел полигон у деревни Орел Лаишевского района. Тогда вместе с мусором сгорели надворные постройки. А на месте вместе с пожарными работали экологи, чтобы узнать, превысили ли выбросы допустимой концентрации. В институте КФУ возможную природу этих пожаров объясняют так. Разлагаясь, отходы выделяют метан. Тогда для огня хватает жары и прямых солнечных лучей. Вдобавок здесь все виды мусора и при их горении с дымом выделяется вся таблица Менделеева. Избавить от возможной экологической катастрофы может сжигание мусора на заводе и только с соблюдением технологий. Если он построен правильно, по правильной технологии, если он эксплуатируется правильно, поставлен на правильной территории, так что он не наносит негативного влияния на окружающую среду, то отходящие газы от сжигания мусора на мусорожигающем заводе, они менее опасны, чем горящий просто полигон. И в Лаишеве, и в Лениногорске загорелись свалки, которым 10 и более лет тление шло на глубине. Рамиль Шайдулин, Ренат Цапин, Филюзаха Медулина, Ирик Кабибуллин, ТНВ, Лениногорский район, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова